Книга «Открытым оком», 14-й том, тема «Грех». Вопрос, 2904. Как коротко и ясно объяснить на работе, почему мы не можем с ними отмечать Новый год? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Можно сказать, что новолетие для нас нерелигиозный праздник, что он попадает на время рождественского поста, и что с неверующими мы не можем достоин отблагодарить за прошлый год нашего Создателя, Бога Иегова, Иегову и Сына Его Иисуса Христа, и все животворящего Духа Святого. Слово «отмечать» встречается только три раза, и всегда только в страдательном наклонении за грехи. Книга Исаии, 22 глава, 10 стих. «И отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену». Еремия, 2 глава, 22 стих. «Посему хотя бы ты умылся мылом, и много употребил на себя щелоку, нечестье твое отмечено предо мною», говорит Господь Бог. Третья книга Маковейская, 2 глава, 21 стих. «Внесенных же в перепись отмечать, выжигая им на теле знак Диониса, лист плюща, после чего отпускать их в назначенное им состояние с ограниченными правами». «Отмечать Новый год означает ничто иное, как плыть во тьме, мечтая в глупом, словоизвержение пожеланий о самом несбыточном и ненужном, утопая в пьянстве и блуде». «Поистине, Новый год должен быть только в марте, когда совершалась Иудейская Пасха, выход из Египта». Исход, 12 глава, 2 стих. «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас, между месяцами года». «Изгнал Господь Адама вместе с Евой, земля открылась вдруг до горизонта. Куда идти и что с утра нам делать? Все незнакомое, стоят как бы с просонок. Деревья, ну уже совсем не те, знакомые и райские, что были. Просохли слезы, им теперь потеть, стареть и становиться прежней пылью. Налево ли, направо повернуть? Одна сплошная неизвестность всюду. Ни стежек, ни тропы, звериный путь. Не встретятся ни ангел и ни люди. Пойти к реке, но где она река? Подобны сказочному Робинзону Крузо. Кто больше знает, будет упрекать, с заботой об одежде и о пузе. Светило катится, пылает, прожигает. Пора подумать с Евой о ночлеге. Впервые позавидовали гадам. Не изобрел Адам и колеса к телеге. Любое углубление, пещера, да будет не коттеджем, а жилищем. Оттуда лев выходит, пасть ощелев. Гостиниц нет, и город не разыщут. Та шкура, чем одел и наделил Господь, подстилкой будет, а второй укрылись. Одна другую согревает плоть, свою голубку обнимают крылья. Они еще не знают, что к чему, а кажется, что спать не скучно, даже проще. Жить по наитию не только по уму, а одеяло с каждым днем короче. Впервые Ева с сыном опросталась, Бог даст им сыновей и дочерей. Рожусь и я, что не такая малость. В рай возвращусь, Христом попрана смерть. 24 декабря, 2005 год, Игнатий Лапкин